Опыта победы вот в таких матчах у Искор не хватает. Да, он сказал эту фразу, привычка подтверждать. Это действительно очень важно. Обсудим уже после Кимна эту мысль. Есть там о чем поговорить. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Сегодня Кубок России получит нового владельца. До сих пор ни столичные «Динамо», ни «Факел» новой рингой не были обладателями этого трофея. Это, наверное, дополнительную интригу турниру придает. Ну и вот если говорить об опыте больших побед, то все-таки «Факел» Да, команда молодая, как команда, ничего не выигрывала еще по большому счету. Но какие игроки титулованные, опытные, собранные? Вот чего здесь больше влияния? Именно вот осознание того, что таких побед не было у клуба? Или все-таки колоссальный опыт игроков может помочь? Ну, в любом случае, финал, как мы уже говорили, всегда это финал. И обе команды, несомненно, хотят выиграть. И на площадку сегодня выйдут все, включая и технический состав команд, тренеров, массажистов, докторов. Все будут жаждать этой победы. Другое дело, насколько готовы эти команды. Я думаю, что сейчас «Факел» даже без своего лидера Руслана Аликфера набрал определенную форму. И при определенных условиях, если получится у них сыграть в игру, они могут навязать «Динамо» нешуточную борьбу. В игру какую? Справиться с убойной подачей «Динамовцев» и ошибаться как можно меньше. В этой ситуации, если «Динамо» не выдаст одну из своих игр, когда все три нападающих второго темпа этой команды забивают практически любые мячи, мы знаем, что «Полтавский» и «Казийский» и «Корнеев» готовы нападать на любом блоке после любой передачи, после любого приема. Если «Динамо» не поймает одну из таких своих самых удачных игр ситуаций, то «Факел» может надеяться и надеяться 50 на 50. Вот по первому пункту, что касается приема, вчера «Факел» справился с не менее, наверное, грозной подачей локомотива «Белогорье». В целом, в общем-то, ничего подопечник Динаме Шипульне не удалось выжать из подачи того, что они привыкли получать в этой ситуации. Поэтому интересно будет посмотреть, как вот в борьбе за этот трофей уже непосредственно, напрямую, ну, принимающие сыграют. Вчера Марко Клок хорошую игру очень показал, легионер, именно в приеме. И сегодня, наверное, от него тоже много будет очень зависеть. Да, у нас есть все цифры под рукой, но из них одна интересная, всего лишь одна самая интересная, это что локомотив «Белогорье» за три сетра добился всего двух очков с подачи. Это мы помним, это непривычно для этой команды. И «Факел» вчера не сделал ничего экстраординарного. Он сыграл свою игру, не дав сопернику применить свое главное оружие. Именно поэтому мы можем говорить, что «Факел» и сегодня может побороться с «Динамо», если, если, опять же, добавить, добавить еще чуть-чуть в своей игре против, то, что они показали против локомотива «Белогорье», потому что «Динамо» имеет намного, сетку намного сильнее, поэтому блокировать волейболистов «Факела» придется уже других нападающих. Ну и, соответственно, атаковать против другого блока. Да, вот сейчас появляются волейболисты. Три обладателя Кубка мира 99-го года. Я сейчас насчитал у «Факела» – это Яковлев, Ушаков, Савельев, плюс чемпион Европы Матей Чернич, плюс олимпийский чемпион Марка Клок. В принципе, одних титулов-то как звучит. И именно те, о которых немного подзабыли, скажем так, хватает еще, отмечу еще раз, Руслана Алекфера, который не полностью восстановился после операции на колени. Но, в принципе, наверное, они хотят. Наверное, им хочется напомнить о себе. И будем надеяться, что это случится сегодня. Будем надеяться, что в любом случае мы увидим поединок, достойный финала такого состязания, как Кубок России. Да, вот в этом плане у «Динамовцев» с титулами поскромнее. Все с международными. Игроки в основном все-таки молодые. Вот два болгарских волейболиста, призеры чемпионата мира недавнего. Да, Алексей Кулешов порядком собрал титулов в былые годы. И вот, собственно, все остальные, не более чем призеры континентального перенства. За исключением того, что эта команда практически в том же составе действующий чемпион России. Это безусловно. Внутренних титулов у «Динамовцев» немало. Пусть выше пока один чемпионат России прошлогодний. Но вот как раз они здесь рассчитывают пополнить свою коллекцию. Не будем забывать, что обеим коллективам вот так вот получилось в марте принимать дома финалы крупнейших европейских соревнований. В Москве Лига чемпионов состоится. В Новом Уренгое финал Кубка ЕКВ. И сами понимаете, вот участие в таком турнире – это колоссальный опыт, помимо всего. Да, формат финала Кубка – это тот же формат финала розыгрыша любого европейского Кубка. Четыре команды, полуфинал, финал. Поэтому это серьезная проверка и, так сказать, генеральная репетиция перед этими соревнованиями. Вот блок Нового Уренгоя, мы видим, не собирается сдаваться, стоять на месте. И заработал чуть-чуть контратакой неудачно. Слишком круто уж хотел Алексей Ежов забить, но он увидел руки Алексея Кулешова перед собой. Пытался просто уйти от них. Вы видите, даже по скрипу зубов. Что игрок очень недоволен собой и здорово заведен, по-хорошему, естественно. Постарается исправиться мощная атака Ильи Савельева. Вчера он блистательный матч провел, хотя бы в том плане, чтобы в самые нужные моменты оказывался в центре внимания. Одиночным блоком закрыл Сергея Баранова в концовке двух партий, по сути, и решив судьбу матча. Вот атака первым тэпом у «Динамовцев» Алексей Келешов. Здесь у «Динамовцев» в центре явное преимущество по центральным блокирующим. Поэтому с идеального приема против «Динамо» играть будет очень трудно. При условии, конечно, Сергея Граймкина, разводящий «Динамо», будет использовать своих центральных. Поэтому факелу все-таки надо играть везде так, как он умеет, но немножечко лучше. В том плане, что подачу надо подавать так, чтобы у «Динамо» не было возможности очень часто использовать своих центральных нападающих. Вот Роман Яковлев, как раз игрок, способный такую подачу выполнить. И это мы прекрасно видим. Тут о первом тэпе же речь не идет. Корнеев на тройном блоке. Клок блестяще убирает позицию в защите. Тазички задней линии. Все очень четко. Не просчитали блокирующие нового ринга эту комбинацию. Опять же, контратака полегче далась «Динамо». Прием, естественно, был качественный. Я думаю, что волейболисты «Факел», они уже встречались с «Динамо» в этом сезоне в рамках розыгрыша чемпионата России. И в Москве «Динамо» тогда победила 3-1. И борьба была, в принципе, только в начале поединка. Я думаю, что «Факел» готов к тому, что преимущество и визуальное, и физическое. И вот мы видим, какая высота над сеткой преимущества на стороне «Динамо». Тут еще, наверное, нельзя забывать фактор, что до этого матча с учетом первого круга 10 раз встречались команды. И все 10 раз победу одерживали «Динамо» все. Об этом, наверное, волейболисты тоже никогда не забывают. Хотя, конечно, и зеленые самолюбия, опытных игроков тоже весь такая полезная для команды, скажем так. Пока не очень получается. Вот дважды на подаче Кулешова, причем «Динамо» удается отрываться. Блок работает. Получается игра у сетки. Илья Савельев сейчас как-то безнадежно атаковал. Не очень удобно, наверное, было. Но все-таки на мощный блок сейчас попал Илья Савельев. Не использует пока Константин Ушаков-Яковлев. Не видели мы ни разу его еще на его атаке. Но сейчас Илья Савельев справляется. Не менее сложная ситуация на трех блоках. Да, вчера Яковлев выдал потрясающий матч. Он вообще был самым результативным игроком по итогам обеих сыгранных матчей. Причем Яковлев три партии играл. И вот за ним были Павел Абрамов и Михаил Крикетов, которые по пять партий сыграли, набрали по 20 очков. Яковлев успел 22 набрать за три сета. Да, ну и с хорошей результативностью. То есть с отличной результативностью играл Роман Яковлев. Поэтому будем надеяться, что и сегодня его использует Константин Ушаков. При удачной игре он мог бы противопоставить динамовцам игру на сетке, скажем так. Ну вот сейчас он добрался до передней линии. Хотя до диагонального... Нет, пока еще не добрался, прошу прощения. Хотя до диагонального, но не принципиально. На передней линии, задней линии находиться, если игрок в тонусе хорошем, с удобной передачей, будет нести большую угрозу. Сейчас Корнеев опыт на Ушаков одним блоком смягчил. И вот Яковлев первый удар неудачно. Попытка пробить по ходу там Александр Волков не пустил. Но пока то, что мы наблюдаем, в общем-то не выбивается. Из конвы обычный стиль для встреч с Динамо и Факелом. У москвичей преимущество, и преимущество пока заметное. Прежде всего опять же игра на блоке. Мы помним, что вчера в первой партии с Искрой динамовцы просто великолепно сыграли на блоке. Девять очков заработали. Потом, конечно, этот уровень им было трудно поддерживать. Но вот нечто подобное мы наблюдаем и сейчас. Да, очень точно играют пока динамовцы. На блоке, в защите, да. И во всех элементах мы видели организованные контакты. Это упречно все время. Три, а то и четыре нападающих, выражают. И непростых нападающих. Поэтому знали все, что Факелу будет нелегко. Но все-таки надеемся, надеемся мы увидели борьбу. Вот мы видим полное преимущество сейчас у динамовцев в атаке. Практически во всех элементах сейчас динамовцы лидируют. То есть на данный момент Факел ничего не смог пока противопоставить. Динамовцы в атаке. И это отражается в счете. 8-4. Александр Корнеев на подачу. Ну, сейчас каждый сыграный очко может большие погрешности пока вносить в эти цифры. Поэтому от нескольких ближайших мячей будет много зависеть. Вот тот же Яковлев вышел уже на 50% результативности в атаке. Один раз удачно забил. Да, но заметим, что это первая его атака на своем приеме. То есть из удобной ситуации довелось атаковать первый мяч диагональному Факела в контратаке. Что не самое легкое дело. Поэтому, действительно, для того, чтобы анализировать цифры, надо подождать, когда пройдет хотя бы половина или лучше всего один сет. Да, как минимум. Но пока что Волков безупречно играет. И на блоке, и в атаке. Хорошее начало этого волейболиста. Сейчас подавал. Ну, не сильно. Пока не вкладывается. Один в один закрывает Савельева парь. Но это вообще, наверное, неприятно психологически, поскольку, опять же, перехитрил сейчас Кулешок. Пересчитал соперника. Смотрите, почти не поднялся с первым тэпом. Зато успел вернуться туда, где, по идее, должно было место освободиться после этого маневра. И вновь. Атака из второй зоны. Показалось мне, что было касание, честно говоря. Ну, это так же и показалось и Матею Черничу. Давайте посмотрим. Ну, трудно сказать. Очень динамичный момент. Могло чуть-чуть коснуться, но не настолько, чтобы это было очевидно для судей, скажем так. Раз у нас остаются сомнения, наверное, столь же и для них неоднозначная ситуация была. Но этот на тайм-аут уже Борис Колшин берет. 11-5. Тут уже надо что-то придумывать. Вчера практически без замен обошелся Пакел. В общем-то, судя по всему, только для точечных вариантов вот эти игроки скамейки пока Борисом Колшином предназначены. Не выходил вообще, по-моему, Сергей Латышев, если я не ошибаюсь, доигровщик. Ну, это, опять же, объяснимо, потому что прием держал Пакел очень приличный вчера. Да, есть две замены специальные у Бориса Колшина. На подачу выходит второй диагональный на задней линии. Второй Либера меняет Илью Савельева в концовке после счета 18-20. Поэтому в основном играет эта шестерка. Чернич, он у сетки не очень успешно действовал вчера. Больше Пайп атаковал и куда более успешно. Вот сеточные мячи не очень у него получались. И сегодня та же картина продолжается. Вторая атака к ряду. Усаков не рискует опять запасовать Яковлю в четвертую зону. Может быть и зря. И опять Чернич и третья ошибка подряд. Но это многовато все-таки. Я понимаю, что... Нет, все-таки сейчас касание блока обнаружили после совещания орбитры. Поменяли собственное решение. Наверное, орбитов на линии подсказал. Иногда им виднее такие эпизоды, поскольку он находится в проекте удара, по сути. Опять же, мы видим все-таки уверенности пока нет у Чернича. В игре немножко не в своей тарелке. Он находится, но опять же, это все совпадает с тем, что было вчера. Тоже первая партия у него не получилась. Потом значительно увереннее смотрелся итальянец. Да, немного неправильно может быть все, что происходит у Константин Ушаков. Человек общей игры тут, который должен атаковать больше, наверное, на одном или разорванном блоке. Больше для контратаки предназначен. Атакует больше всех в команде. Ну, такой выбор сделал Константин. Игрок, безусловно, опытный. Будем смотреть, чем это закончится. Преимущество в счете огромное сейчас у Динамо. И мы видим, что ни одного нападающего в команде «Факела», который уверенно, как говорится, прикладывался по мячу, пока на площадке нет. То есть и Константину Ушакову трудно позавидовать в этой ситуации. Попробовал он пасовать первому темпу. И немного прикровелись Авелева. И вот лидер атак Роман Яковлев до пола не добил. Поэтому сейчас происходит замена в составе «Факела». Выходит Анатолий Биржевой. Второй связующий этой команды. Видно, надо посовещаться Константину Ушакову, главному тренеру. Посмотреть, что можно сделать в такой ситуации. Да, подумать, со стороны посмотреть. Может быть, изучить статистику. Тут много есть путей. Видим, что пока Яковлев из передачи Биржевого не удается пройти блок. Но этими атаки с места почти обречены в данном случае. Там высокорослые игроки стоят. В краю тот же Козийский блокирует за два метра ростом. И Алексей Кулешов. Ну, так вот незаметно мы добрались до второго технического тайм-аута. Незаметно, поскольку игры пока по большому счету нет. 16-6. Подавляющее преимущество. Игры, естественно, в смысле борьбы я имел в виду. Самый тем, да, не могут навязать пока волейболисты Факела борьбу. И самое неприятное для них, наверное, то, что нет у них сейчас действительно человека, который был бы хотя бы наполовину уверен, что он выиграет мяч в атаке. Очень жестко обошли сейчас Динамо в ценоблоке. С Факелом не дали им ни малейшего, ни малейшей возможности, ни одного шанса. Все безошибочно действовали. И, может быть, не стоило бы так биться в этот серьезный блок, а задянуть по игру, навязать какие-то другие действия. Просто перекинуть туда мяч неудобным образом для соперника. Пока никто из волейболистов такими приемами не воспользовался. Но, может быть, стартовое волнение здесь сказывается. Ну, вот думать со стороны придется и Роману Яглеву меняет его Филипп Баранков. Не так часто он играет в качестве полевого игрока. Больше, мы уже говорили, на замену используется. Но, может, выйти, показать игру. По крайней мере, на него это шанс. Где, как ни здесь, можно засветиться и заставить призадуматься наставников. Правы ли они, что держат его на скамейке? Посмотрим. Игрок, в общем-то, наверное, загадочный на скопе для Динамо, настолько и для нас. По большому счету его в игре никто и не видел. В серьезном деле. Да, видели, что он умеет подавать подачу. Иногда очень хорошо. А вот Субар стоял... Ну, играл он одну игру полностью на месте диагонального. Вместо Романа Якулева. Против локомотива Белгорода, кстати, в регулярном чемпионате. И, в принципе, эту игру выдержал. Выиграл тогда факел. Сейчас вот такие передачи, я смотрю, что не первый раз уже диагонально приходится с места атаковать. Да, но это повторная атака. Попытки убыстрить, а, в общем-то, блокирующих они не путают ни капли. Мы видим, двойной блок стоит уже и стоит задолго до удара. Да, потому что есть только один нападающий, кто мог бы атаковать в этой ситуации. Вот это как повторная атака, диагональная. И, в принципе, игрок этого ампула, который на площадке в основном только атакует, должен быть готов к таким передачам и к таким ситуациям. Ну, вот мы видели все-таки одно удачное действие. Филипп Воронков нам продемонстрировал, закрыл Александра Кулешова в одиночном блоке. Корнеева, да, в один в один. А, Корнеева, да. А вот и Кулешов, чтобы мы не путали, тут же отличается. Но, в общем-то, эти волейболисты иногда действительно нужно оговориться. Много-много лет они вместе уже выступают, еще начиная с Белгорода, потом в Динамо. Корнеев одно время играл в Луче. Сборная России вот вместе в этом сезоне. Ну, и оба из волейбольных семей, у обоих отцы играли за подмосковное Динамо. Очень многое видняет этих ребят. Да. Потомственные Динамовцы, если так считать нынешний состав, преемником того, который был до распада, подмосковное Динамо. Вот, в общем-то, вот, пожалуй, одно из первых очков. Нет, Илья Савельев в два раза успешно атаковал. Вот Филипп Воронков сейчас ставит точку в атакующих действиях. Важно немного для факела затянуть эту партию хотя бы. Потому что такое преимущество Динамовцы не упускали никогда и вряд ли упустят в этот раз. А вот чуть-чуть найти свою игру. Да, помогает немножко в этом подача Савельева. Вот так зашевелились, забегали. Опытный Марк Клок, конечно, пытается расшевелить партнера в первую очередь. Но для Либера это тоже одна из частей его профессии. Вот заводить игроков. Самый подвижный игрок. И получается вторая такая подача у Савельева. Но в целом, может быть, действительно, эти паузы на пользу команды. Мы даже не обратили внимания. Еще одна замена произошла Николая Павлов вместо Ежова. Вышел на площадку. Это Юркино, по-моему. Это Юркино. Да, но сейчас нет, да, и Либера на площадке, поэтому трудно сказать. Заметил, честно говоря, этот момент. Но это, наверное, о чем говорить. Все-таки Борис Колчин мало того, что хочет поискать способы побороться. Наверное, хочет сейчас максимально сохранить психологическую устойчивость стартового состава, который он наверняка вернет в том или ином виде. По крайней мере... Пытаемся угадать, что сказал Борис Колчин. Сейчас, судя по жестам, все-таки, наверное, он попросил своих игроков не ломиться так в стену, а попытаться сделать что-то еще. Что может привести к другому результату, не к такому убийственному блоку. Где-то отыграться от рук, обманный удар, перекинуть мяч на ту сторону, в неудобную для соперника зону, чтобы игра проявляла рисунок. Вообще, чтобы матч стал похож на волейбол. Потому что сейчас мы пока видели, что на пороге для тренажер в волейболе. Хорошая подача у Павлова получается. Но, правда, на прием это Динамовский не сильно повлияло. Полтавский по линии мощно обходит блокирующих. Похоже, мимо блоку атаковал сейчас. Самый материк Азийский не самый высокий игрок. А Семен Полтавский с больших высот умеет атаковать. Чернич добывает первое очко в атаке. На сей раз он оказался против одного блокирующего. Вот Анатолию Биржевому временами удается растянуть Динамовский блок. Может быть, прием у него получше, конечно, от его партнеров идет. Ну, так или иначе, какими-то моментами более-менее осмысленную игру мы видим. Но вот Сергей Гранкин быстренько пресекает в корне любые мысли о том, что можно побороться. Хороший обманный удар. Своевременно взял на себя анициативу. Действительно, Павлов вышел вместо Юркина, потому что езжок на площадке. Ну, действительно, сейчас прием удалось наладить. И на одном блоке воронков. Чернич был, прошу прощения, вновь. Но с одним блоком Итальяне справляется. Плохо подает, но опять же Корнеев справляется. И хорошая атака Кулешова. С такой высоты он бил, что все подумали, что мяч в аут улетит. Настолько высоко была траектория, но все-таки попадает практически в линию 22-13. Ну и вот потепенно начинаются обратные замены. Держевой в большей степени на задней линии поиграл. На задней линии шагов, естественно, поопытнее и посильнее на блоке, это без сомнений. Посмотрим, может быть сейчас, осмотревшись, он по-другому будет немножко вести игру. Савелев мощная атака. И все равно даже на одном, на двух блоках чисто обойти не удается волейболиться Муритгой. Блок цепляет атаки, пускай даже сейчас мячи не поднимаются, но... Это тоже симптоматично достаточно. Полтавский слишком уж... Неудобная была передача, но вот небольшая... Немного кислорода для соперника дает «Динамо». И это очень важно для команды, когда он находился в такой ситуации. Минус 10 очков. Кулешов там пробежался по грани, скажем так, по центральной линии и отвлек волейболистов факелки. Пытались судье обратить внимание, но... Вот еще один блок. Не выключились это главное из игры, да, и мы видим, что вот блок заработал потихоньку у факела. Воронков особенно действует удачно, второе очко его. В данном случае с Павлом, опять, попал. Ну, очень плотно поставили блок волейболистов, то есть хороший заслон выстроили. Не получается пайп, не в темп Козийский оказался, не по месту, и вновь Воронков выигрывает очко. Ну, вот, я думаю, что вот за этот короткий период нахождения на площадке он уже стал самым результативным в своей команде. Похоже на то. Да, неплохо действует сейчас Филипп Воронков. И отрыв-то сократился до минус пяти, то есть до достойно пристойной цифры. Да, если не знать, как развивались события в партии, то, в общем-то, можно подумать, что не так все просто Динамо циндовалось. Но сейчас есть о чем подумать и есть что поменять. Мы видели этот цифру Динамо и раньше не держит концентрацию этой команды. Эта команда, когда ведет слишком много очков в партии, достаточно редко Динамо циндовует партии до разгромного счета. Хотя очень часто для этого у них есть все возможности теряя концентрацию и раки, понимая, что они уже все сделали. Но не самый лучший вариант для команды. Ну, сейчас все четко. Один блок и Материк Азийский не составило труда обойти Илью Савельеву. Хотя мы уже отмечали, что индивидуальный блок у Ильи очень хороший. Опять там столпотворение в четвертой зоне и коснулись похожей сетки, но это, наверное, было за игровой, да, частью ее. Поэтому арбитры, в общем-то, снисходительно на это посмотрели. Да, за игровой частью касание сетки ошибкой не считается. Ну, там три человека под нападающим оказалось. Но удачной все-таки была атака. И Воронков на подаче справляется Салпаров. Касание антенны было от блока Константина Ушакова. Александр Корнеев атаковал. Ну, вот первый сетбол образовался. 24-18. Замена. Пытается еще усилить ситуацию Владимира Олега здесь. На подачу уже входит Алексей Остапенко. Ну, и заодно, наверное, чтобы Алексея держать в тонусе, потому что наверняка дальше, может быть, все сложнее и понадобится его подача. Ну, вот, собственно, и все. Она и сейчас не оказалась лишней. Мощно подавал Остапенко и 25-е очко. 25-18 в пользу Динамо. 1-0. 7-3 ошибки противника. То есть 4 в перевес в пользу Динамо. И 4 ошибки сделал бакел больше, чем Динамо. Эти ошибки мы видели. Это были достаточно серьезные вещи. Кроме от двух ошибок на подаче, два удара в аут. Ну, вчера мы как бы предположили, что на таком уровне блок трудно держать. Не то, чтобы несколько партий подряд весь матч. И действительно, динамовцы все-таки не так результативно действовали на блоке в других сетах после первого. Посмотрим, как будет сейчас. Ну, понятно, соперник начинает что-то менять. Очень классный соперник может поменять игру по входу одного сета. Хороший соперник поменяет ее обязательно с началом следующего. Поэтому такие цифры сохранить трудно. Но, с другой стороны, они уже свое дело сделали. Потому что за счет этих цифр Динамо выиграла один сет сегодня. И первый сет начальный во вчерашнем поединке. А у нас, похоже, самый результативный блокирующий. Потихоньку Филипп Уранков становится. Третье очко уже выигрывает на блоке. Несмотря на то, что полпартии от силы находится на площадке. И тут же ошибка Кулешова. Вот это, наверное, желание побыстрее отыграться. Алексей сейчас на силу исполнял удар. Хотя у него такая высота, что, в принципе, этого делать не обязательно абсолютно. Вот такой азар захлестнул. Он не попал по мячу, не попал в траекторию. Поэтому. И вновь Воронков на блоке. Сейчас чуть-чуть в аут. Так упорно пытается именно через него почему-то пройти Динамо. Наверное, это не случайно. Не очень высокого роста этот волейболист. Но обладает очень приличным прыжком. Очень вовремя выпрыгивает на церкви. И поэтому высокорослому нападающему может казаться, что эта зона вообще не закрывается никаким блоком. Если этот волейболист поднимается быстро и точно по времени, выставляет там руки. Нужно вспомнить французского связующего движения хотя бы. Хотя разный ампула, но блокирует там же, в основном во второй зоне. Да. Мощная подача Воронкова. Вот так постепенно он все больше и больше становится главным действующим лицом. По крайней мере, на площадке своей команды половине. Молодец парень вышел, не расцелялся. И наверняка, то есть вполне возможно, что услуги Романа Яковлева еще понадобятся. Молодой волейболист. Сколько Воронкова сейчас, честно говоря, на скидку не могу сказать. Порядка 23 лет, да, где-то? 22-23 года, да, не больше. Вот получается потихоньку уже кондиционная игра. Сейчас надо Павлов в выгодной достаточной ситуации не добил до пола. И Динамо это наказывает. Павлов, кстати, тоже остался на площадке вместо Юркина. Наверное, не получив преимущества атаки, все-таки облоки в большую сторону. Думаю, сейчас Борис Колчин, Павлов повыше. Да, Павлов теоретически волейболист, который может достать центральных. Хорошим прыжком он обладает, может достать центральных Динамо. И мы видели, сейчас-то мяч прошел у него между рук в предыдущей атаке. Один блок он уже сумел поставить Семену Полтавскому в предыдущей партии. То есть, если полностью восстановился после травмы, Павлов может вполне быть достойным находиться на площадке. Сейчас в этот момент болела у него долго спина. Он больше полутора месяцев потренировался, поэтому... По большому счету, по нашему сезону, он не играл пока в чемпионате, получается, практически. Да, ни одной игры он еще не провел. Ну вот Филиппа Воронкова наконец-то просчитали. И закрыли его атаку такую удобную, скажем так, в удобной позиции. Для этого закрывали, когда он атаковал, так и аварийный мяч. Сейчас что-нибудь немножко по-другому. Счет быстро сократился. Было три очка, а преимущество осталось. Ну, сейчас два после этой ошибки Семена Полтавского. Но Динамо в приеме. Правда, вот с выходом Павлова, в общем-то, увеличилась и суммарная мощь подачи у Пакела. С выходом Павлова и Уранкова, скажем так. Мощно подают эти волейболисты. Сейчас неудачно, правда, Павлов выполнил. Вот нам редакторы трансляции подскажут, что Уранкова будет 24. Вот уже скоро совсем. Ну, так, в общем, достаточно точно указали его возраст. Просто опять же повторюсь, этот игрок настолько редко попадал на площадку и был в центре внимания, что, естественно, биографию его толком никто и не изучал. Вот хорошая сейчас атака, такая мудрая. Назовем ее так. И 86. Все-таки какое-то преимущество до первого технического перерыва Пакела сохранить удалось. Хотя мы видим, что Динамо потихоньку вроде бы разбирается в тех переменах, которые произошли в игре у рингойского клуба. Наверное, определенные выводы делаются. Да, ни при какой ситуации, мы уже об этом говорили не раз, волейболистам Пакела легкой жизни ожидать не приходится в этом поединке. В принципе, когда они выходили, они понимали, что должны совершить трудо, то есть сыграть на пределе возможности, а может быть, даже чуть-чуть лучше за счет адреналина. Но пока что мы этого не видели. Посмотрим, потому что поединок-то еще совсем не закончился. Подравнялся немного Пакел в атаке, вот как мы видим, сравнялись практически с Динамом. Да, когда догонят на блоке, будет полегче еще. Тут еще надо говорить не только о том, что надо прыгнуть из мыши головы, тут еще и Динамовцы должны невольно поспособствовать, если где-то действительно проявят вот некоторые благодушия, которые местами... Благодушия проявлять не будут, надо их заставить. Заставить их можно только своей в суперконцентрацию безошибочной игрой. Поэтому очень сложно это сделать против такого коллектива, как Динамо. То есть непросто, очень непросто. Кстати, Асказийский от души проиллюстрировал наши слова. Пушечная атака на двойном блоке, словно он его и не заметил. Волком. Побольше стал Константин Ушаков первым темпом пасовать, даже когда, в общем-то, не самый удобный прием. Наверное, это вот одно из... Я так думаю, что нет другого выхода у него, даже учитывая то, что центральный у Динамона намного выше и прыгучее. Надо играть, потому что можно уничтожить крайних нападающих, если не играть первым темпом. Если будет нападать его команда все время на двойном организованном блоке. Но мы видели, чем это заканчивается в первой партии. Да, все было достаточно красноречиво. Пока вот этот разрыв держится, стабилизировался он на уровне двух одного очков, в зависимости от того, кто подает. Наверное, в чем-то это на руку факел. Сейчас не допустить рывка динамовцев. Хотя мы видим, что сейчас есть шанс у москвичей выиграть очко. Ижов невольно поспособствовал, не дотерпев. Но вот Исимон Полтавский перемудрил данную ситуацию. По-моему, слишком поздно принял решение обманывать. Мяч низко был. Достаточно часто у Семена вот этот обман, который он выполняет, очень рискованно. Под самую сетку пытается выполнить. И мы видим, быстро оттягивается волейболист. Может быть, не понял расстояние до сетки сейчас Семен Полтавский, скорее всего. Савельев остановил Козийского один раз. Зацепили второй, но неудачный отскок. Не повезло немножко. А так, в общем-то, наверное, со знаком плюс. Можно даже этот розыгрыш считать для новоаренгойской команды. Дважды притормозили Козийского. Очко, правда, выиграть не удалось. Хорошо Черпич справляется с этой убойной подачей болгарина. Честно говоря, пока вот сегодня мы не видели, чтобы Козийский с подачи вот... Выиграл что-либо. Хотя это дело достаточно обычное для него. Да, мы видели, как выигрывает Филипп Воронков с подачи одного очкова. Он опять, кстати, будет подавать. Салпаров удачно принимает. Ну, Корнеев обыгрывает Ушакова. Такое ощущение, что даже и по высоте в данном эпизоде. Давайте посмотрим, где я... Да, но это не новость для нас, что Александр Корнеев... Сейчас обошел. Большую высоту набирает. Но хочу отметить одну деталь. Очень много подач волейболистов факела направлено именно в руки Теодора Салпарова. Очень мало ошибается этот волейболист. И стоит задуматься игрокам нового рюнгоя, кроме того, что рисковать силой подачи, но еще и попытаться найти правильное направление. Вот сейчас Павлов не доиграл очень удобной ситуации. Но и Динамо все там было два касания. Пожалуй, соглашусь я с Александром Лопатиным. Получилось, что оба волейболиста, не поделив этот мяч, его коснулись. Да, это обычная практика. В таких ситуациях мяч свистится. Даже если физически оба волейболиста мяча не коснулись два раза. Но, так сказать, сделав одно касание вместе, оно удваивается. Как бы соприкасаясь друг с другом, подцепная реакция такая. Понятно. Классная атака Динамо. Может быть, не самый идеальный прием, но Волкову удобную передачу сейчас Гранд Кинг дал. Действительно удобную. Да, комбинация зона. Сыгрались эти волейболисты. И вчера мы видели, Александр Волков успешно атаковал. Вот, как я видим, действительно по высоте Павлов может бороться. Сейчас он не смог просто разгадать маневр Волкова. Алтавский тоже не рискует. Чернич, Вау, чуть-чуть мяч отскочил. Все-таки касание фиксирует арбитры. С самого же Червича, похоже, мяч и цепанок чуть-чуть. Находясь в воздухе, попал, скользнул мяч по телу волейболиста. И четко зафиксировали это арбитрой. Не всегда удается это углядеть вот так вот. Ну, собственно, на то и арбитр. Они знают методически, куда смотреть, в какой момент, где наиболее, так сказать, ситуация может результативной оказаться для одной из команд, скажем так. Поэтому мы всегда следим все больше за мячом по привычке. Но в данный момент мяч и ошибка в одном месте оказались. Ошибается Павлов. Вот тот, для чего еще он выходил. Прибавить в подаче, наверное, чуть-чуть, пока у него не очень получается. И Борис Колчин на это, наверное, особое внимание сейчас подошел к нему. Да, одну подачу. Эмоционально так обсудил. Одну подачу пора подать. Воронков мощная атака, но не попадает ни в площадку, ни в край блока. Я не знаю, уже на что он больше рассчитывал в данной ситуации. Не попал сейчас по мячу. Все-таки эмоции, наверное, заклёсывают молодого волейболиста. Старается сыграть как можно выше, как можно быстрее. Но это заслуга динамовского блока, потому что по привычным для нападающего траекториям не достигает цели волейболиста раз за разом. Поэтому приходится начинать искать то, что он еще никогда не делал. Может, даже на тренировке, а там очень недалеко и до ошибки. Константин Ушаков. Опять же, Салпаров действительно летит. Мяч упорствует волейболисту Уренгое. Трудно сказать, это тренерская установка или все-таки подает, куда летит мяч? Я думаю, пока все-таки невнимательность. Ну и надо отдать должное Салпарову. Вот он четко выбирает позицию, когда соперники подают планирующую подачу. Это Ежов Ушаков у команды Нового Уренгоя. Он перекрывает, наверное, 6 или 7 метров из 9. Но пока факел держится. Тем не менее, вот одна ошибка. Сейчас вообще такой достаточно качественный волейбол на съеме обе команды демонстрирует. Одна всего ошибка, достаточно продолжительный период мы видели у Уронкова, да, такая невынужденная, скажем так. Да, самостоятельный взорвав. И вот игра уже действительно, можно сказать, стала похожа на игру. Мы видим волейбол. Здесь Илья Савельев вспоминает. Здесь действительно противостояние, слово очень подходящее, да. И опять же, Бог Савельева напомнил вам о себе. И вывел опять же свою команду вперед ко второму техническому перерыву. Динамо все полидировали очень дозированно. Буквально один розыгрыш. И факел вернул свое преимущество, которое пока что достаточно условно. Надо факелу найти что-то еще. Нужна уверенность на съеме. Потому что мы видим, справляются волейболисты факел в приеме с мощнейшей подачей Динамо. Но на съеме, на съеме, но на уверенность, ну так уверенно еще мы каждый раз глядя, когда атакуют волейболисты факела, что имеет преимущество атака перед защитными действиями Динамо. Потому что Динамо в любом случае, даже вот при равной игре, впечатление такое, что свое очко всегда найдет. Кто-нибудь подаст, кто-нибудь заблокирует. А таких имен кто-то может сделать в этой команде предостаточно. Да, вот еще и с подачи действительно, пожалуй, что не выжимают волейболисты факела. Все, что могли бы выжить в данной ситуации. Теодорас Алпарова проверяет дисполезно. Ну вот диаграмма, наверное, подтверждает наши слова. Буквально вот за каждый эпизод борьба. Бередка, когда удается брейковый мяч выиграть. Это, наверное, о качестве волейбола хорошо еще свидетельствует. Вот удачное место в защите занял Ушаков. Чернич подключается. Грамотный очень удар, но каков Семен Болтавский. Среагировал на отскок от блока. Все равно шанс еще раз Черничу. Но вот это его игра, его атаки. Мы видим, что даже на блоке организованном он за счет пространства свободного находит правильное решение. Да, повезло здесь Динамосам, что Семен Болтавский был в этом месте. Отреагировал на такой мяч, который поменял несколько раз направление. Вот это вот тот момент, о чем мы говорили. Что-то экстраординарное, что находит факел сейчас, чтобы взять одно очко. И то, с каким трудом. И началось все с подвига Константина Ушакова в защите. А по-другому не назовешь. После атаки Семена Болтавского на одном блоке он оставил мяч в игре. Все началось оттуда. Поэтому, если вот так будет играть факел, то он сможет приезжать именно на борьбу. Сейчас он там уже лидирует. И вынесли бы Владимира Олеговна взять тайм-аут. Посмотрим. Нам, конечно, понравится, если в финале Кубка России будет борьба. И не будет ясно до самого последнего момента, кто станет обладателем этого почетного приза. Батай Чернич. Сейчас он один из самых заметных на площадке. Бьется, старается, прием качественно обеспечивает. Конечно, вот трудно с нашими блокирующими биться. У сетки. Но, видимо, отведенные мячи как раз очень неплохо. Получается вновь блистательная игра в защите. Во-первых, Илья Савельев и находит свой шанс в атаке он же. Вот такие мячи. Трудовые, да, трудовые. И без таких мячей у Динамо, я так понимаю, факелу не выиграть. Как будто услышали сейчас нас волейболисты, продемонстрировали. При этом, да, заметно, что у Динамо со проблем в атаке-то не появилось. Они блоком ходят, обыгрывают. Просто чудеса защиты пошли. Будут так атаковать, да. И именно от себя надо играть факелу. Похоже, успокоили сейчас волейболисты после нокдауна первой партии. Поэтому... Очень правильный же сейчас для своей команды продемонстрировал Борис Колчин. Забыли и играем дальше. Наверное, сначала именно так надо подходить к этой игре. Да, все оставили позади. Продолжаем. Да, это нормально, что Козийский забил этого гвоздя в площадку. То есть мы будем ждать, когда мы сможем и этому удару что-то противопоставить. Пока что получается 19-16. Опять же, свой прием факел отбил очень уверенно. И сейчас Ежов на площадке, на подаче. Такое ощущение, что не добежал он до мяча при подбросе. И тут уже даже не планирующий, а просто перебить пытался, но не получилось. Помогает «Динамо» в самом деле, наверное, излишне. Это волейболистов нового рейсгоя. Надо стараться к подаче. Да, это совсем лишнее. «Динамо» может себе позволить ошибки. Соперник «Динамо» ошибок себе позволить не может. Усиление приема. Максим Бодьев меняет. Матайя Козийский. И, по сути, лишает пайпа себя сейчас Владимир Олег. Но у него передняя линия очень мощная. Там и Полтавский есть. Да, вот сейчас интересует прием. Вот на подаче этого молодого игрока. Совершенно точно расставил приоритеты сейчас Владимир Олег на первое касание в волейболе после подачи соперника. Это прием. С него все начинается. А уж за обиду «Динамо» всегда найдется кому. Три нападающего сейчас на передней линии «Динамо» во главе с Семеном Полтавским. И это вторая ошибка Филиппа Воронкова. То есть это вторая ошибка факела подряд на подаче. Что может дорого обойтись. Вот тут же опять же, да, пытается усилить свою подачу. У Олег выпускает Остапенко, который один раз касался сегодня мяча и одно очко уже заработал на свою лицевую щетку. Как раз в подаче. И у него не получается. Вот мы сколько? Четыре. Четыре ошибки подряд видим. Вот это нервы. Видимо, «Динамо» тоже, наверное, те два мяча в защите, которые сыграл факел, немножко расшатали Белоголубых, уверенно. Да, нелегко, любой команде нелегко в таких эпизодах сохранить концентрацию, спокойствие и равновесие, когда вот атакуешь вроде бы со всей силой и уже готов скинуть руки вверх. А мяч продолжает не падать. Вот, видим, борются до конца валиполисты факела. Не дают «Динамо» спокойно. Да, только на чистой сетке удалось забить в итоге «Динамо». Они атаковали и на двойном блоке, и на одиночном. Вот только переходящий мяч уже не удалось поднять. Борис Белоголубых факел, защиту действительно классную показывает. Еще больше пытается ее усилить сейчас. Почувствовав это Борис Голдшин, выпускает Дмитрия Михайлова на заднюю линию. Дает заодно отдохнуть Савельеву. Ну, «Динамо» статная двойная замена. Сейчас будет происходить в два темпа. Павел Круглов появился, заменил Сергея Гранкина. Это второй диагональный. Он вышел к сетке, таким образом усилил блок, соответственно, на подачу Семен Полтавский. Это важный момент в этой партии. Не рискует Полтавский, а вот вышедший... Михайлов занервничал. Михайлов занервничал. Конечно, есть навыки приема у этого волейболиста. И вот не повезло ему это касание сетки. Наверное, сконцентрировался и готов был принимать любой силы пушку от Полтавского. Прилетел укороченный мяч. Свисток был на подачу. Все игроки решили, что это тайм-аут. Многие уже двинулись к площадке. Но такой казус едва не помешал волейболистам. Но игра продолжается. И, в общем-то, не самый, наверное, сложный обман. Но удар Вороткова совершенно беспрепятственно, скажем так, падает на стороне «Динамо». Но это вот следствие, наверное, этой неразберихи все-таки. Все-таки вследствие этой серии замены этой неразберихи. «Динамо» приблизывает Пакева на очко. И это очень сложная ситуация сейчас для нового рейдбойского клуба. Вот мы видим тактическую подачу решил применить, видимо, Борис Колчин. Хотя бы, чтобы просто подать в этой расстановке, Павел в два раза ошибся, запомнил. Посмотрим, куда будет направлена подача Анатолия Биржевого. Подает он классический баннер. Там стоят на приеме Ботин и Салпаров. То есть сложно было этой подаче что-то усложнить. Не имея, как прицел, скажем так, Корнеева или Козейского. Ботин и Салпаров, конечно, с такой простой подачей справляются легко. Да, они напомнили. В 80-е годы в волейболе, когда два человека держали целую площадку сборной США. С этого все началось. Да. Корнеев на подаче. Получается у «Динамоса» вторая подача к ряду. И вот ошибки в приеме команды из Нового Рингоя, наверное, сейчас решающие. Опять Михайлов ошибся? Да, не повезло с этой заменой Борису Колчину. То, что должно было, по идее, помочь команде на самом виде дополнительным фактором риска стало. Как выяснилось, 22-22. И теперь, в общем-то, «Динамо» чуть полегче, наверное, в этой ситуации. Они достали соперника. Достали без сверхусилий. То есть, как бы свое причитающееся. Забирают потихоньку. Психологически именно это полегче. Психологически именно это полегче. Без проблем Матейс не справляется. И здорово Салпаров действует в защите. У Ронкова получилось на сей раз атака. И Чернич в линию точно укладывает мяч. Вызывает массу споров. Но Владимир Олег успокаивает своих подопечных. Подтвердим, что, да, мяч был у площадки. Продолжаем играть. Буговой достаточно четко отреагировал. Да, в линии мы видим. Было даже касание линии на этот раз. Сейчас уже Козийскому удается от блока выиграть. Непростой мяч. Такое ощущение, что все-таки далековато его загнали туда, в край сетки. Да, не очень удобная была передача. И на опережение сыграл Матей. И ни секунды, ни доли секунды не раздумывал. И как раз этой доли не хватило блокирующим, чтобы перенести руки. 23-23. Вернулся Алексей Поляшов на переднюю линию. А подает его коллега Бамбуа Александр Волков. А вот это уже ошибка. Насера Щернич в площадку не попадает. Блока тоже не было. С надеждой взирается по сторонам. Смотрит, может, хоть один арбитр что-нибудь заметил. Позитивный в его атаке, увы. 24-23. И у Бориса Кокшина последний тайм-аут. Вот здесь с этим. Все-таки факел пока больше ошибается. Да, больше, чем нужно, если хочет выиграть. Мы видели, что и то в этой статистике нет тех ошибок на приеме, которые мы видели. Которые позволили атаковать переходящий мячи Динамо. По сути, тоже результативная ошибка. Волну подается в полу Динамо во второй партии. Скоро играет защита Корнеев. Может быть, высоковата траектория была. И незамедлительно следует наказание. Матей Козийский на групповом блоке. Помогает своей команде выиграть вторую партию. 25-23. 2-0. Мы видели, что волейболисты факела для победы в этой партии сделали все. Ошибались они только в концовке. А до этого создали себе необходимое преимущество в счете. И вот после такой проигранной партии, когда, в принципе, кажется, что на большее это не способено, а результат все равно в сторону соперника, очень трудно выйти и настроиться на борьбу заново практически. Быть троцентральным. Павлов или Юркин. Но вот вернул он Романа Яковлева. И постарается все-таки боевими силами заставить их в полную мощь работать. Посмотрим. Черни здорово играет в защите. На корнеев задней линии. Тут не оставляет никаких шансов. Мяч попадает в площадку. Трудно сказать, чем не доволен. Господин Росаков показывает, что был заступ. И вроде даже второй судья просигнализировал об этом. Вот как раз мнение второго судьи услышал первый судья. Заступил Александр Корнеев за трехметровую линию. Игрок задней линии. Динамично эти моменты очень проходят. Сейчас ты внимания не обращаешь, откуда игрок толкается. Хотя это момент основополагающий при атаке задней линии. Ошибается Матэй Чернич с своей второй подачей. 1-1. Пайт не хуже играет Пакелка. Вообще где-то с середины второго сета начал Ушаков вновь подключать Чернича с задней линии. И вчера тоже не сразу он это сделал. При том, что это очень здорово работает. Вот Павлов остался на площадке. Здесь можем уточнить. Именно он вторым центральным играет у Факела. Подает его коллега Ижов. Ну а другой центральный Динамовский уже на сей раз Алексей Кулешов без проблем. Завершает комбинацию с хорошего приема. По сути на чистой сетке. Мы видим большое преимущество Динамо в центре. Поэтому такие подачи тактические, да еще тактически, скажем честно, неверные. Потому что опять принимал Теодор Салпаров. Простую подачу. Естественно прием идеальный. И возможность в идеальной ситуации атаковать Алексею Кулешову. Но трудно что-то противопоставить этому волейболисту. Вот очень важный момент, наверное, что Яковлев сразу забил в начале партии. Может быть, Ушаков сможет на него опереться. И мы увидим все-таки борьбу. Посмотрим. Не удается обработать этот мяч в защите. Вроде бы все близко, все небезнадежно. Но в итоге Динамовцы выигрывают свое третье очко. Вновь сравнивают счет. Пока ни одной из команд не удалось брать очки по своей подаче. Вот не считай первую, которая заступ была у Динамовцев. Вот такой своеобразный дырдыр в центре сетки сейчас волейболисты изобразили. В итоге у Факела не получилось атакой. Это уже совсем непонятно почему. Вот такой судорожный розыгрыш получился. И у Динамовцев скомканная атака. И Павлов ее прервал в центре сетки в одиночку. 4-3. Илья Савельев на подаче. Хорошая атака. Александра Волкова. Опять же в центре сетки Динамовцев сейчас большое преимущество. Трудно один в один с ними бороться. По-другому не получается. Ух ты, переварил все-таки мяч. Не без труда. Но шанс у Динамовцев побороться за тачку оставался. Но Матрич Ельмич его их лишил. Очень аккуратный удар в край блока. 5-4. Факел держится пока. Вроде бы Ушаков сделал все, да? Но Корнеев умудрился сам себя постраховать. Ну и Салпару надо дать должное. Добежал за мячом, которым находился очень... Очень неудобной ситуацией. Вернул его на площадку. Вновь первый темп. Может быть не так сильно, как обычно. И в близких сетке атаковал Волков. Но опять же очходы своей команды добыл. 5-5. Много атакует Динамо сегодня первым темпом. И это дополнительное неудобство для соперника. Видимо, справляется очень хорошо Динамо со приемом. И центральный действует безупречно. Сейчас наконец-то один блок перед собой увидел Матей Черниш всего. Давненько не было у него таких комфортных условий при атаке на передней линии. Ну и без проблем его обыграл. И вновь первый темп. Ну никак не удается затруднить прием динамовцам волейболистам из Нового Уренгоя. Как часы работает этот динамовский механизм. Практически при идеальной доводке грантинг постоянно первого темпа пасует. Да, последние, наверное, 4 или 5 передач подряд в сторону первого темпа. Вот Яковлев отбомбился от души. По сути, с задней линии опять же атаковал, находясь в четвертой зоне. Хотя он находится у сетки. Но это уж по ситуации так получилось. И разобрался с блоком. Он, может быть, поймает то настроение, которое у него было накануне в полуфинале, когда он был действительно неудержим. Ошибается Чельнич. Рискует, безусловно. Лучше, наверное, так, чем получать по голове от первого темпа постоянно. Да, надо попытаться сделать что-то. Сейчас еще все-таки вызвал Алексей Кудышев, который атакует не менее успешно. Сложный мяч его перебросить. Где-то это сделать удается. Основный шанс у Динамовцев. А вот по блоку ли попал мяч? По блоку, наверное, все-таки. Он мог от троса так подскочить. Но арбитр там все было далеко от него. Все видел. Где-то очков в пользу Динамо. 8-7. Первый технический тайм-аут. Белоголубые вышли вперед. По-моему, в первый раз даже в этой парте. По очередной команды выбирали очки. Вот такой реальный первый брейк, он при этом все-таки произошел. Диаграмму мы видим. Первое очко на своей подаче. Первое брейковое очко набрали сейчас Динамовцы. И это преимущество... Лишний раз говорит о качестве игры, который мы сейчас видим. Команда практически без ошибок. Да, качество игры выражено. Только преимущество у Динамовцев в два сета, конечно, это преимущество подавляющее. Не вошел в игру сразу новый рингольский факел. И первую парту практически написал на бумаге в пользу Динамо. Заранее, как фору. Но эта команда в форе не нуждается. Яковлев действительно разыгрался. Это, в общем-то, какой-то, наверное, шанс все-таки для факела. Правда, для Романа Яковлева очень важно начинать успешно свою первую атаку. И этого не случилось, как мы помним в первой парте. Долго он стоял вообще без возможности атаковать. Потом первый же мяч его динамовцы закрыли. И даже в результате пришлось Борису Полчину его поменять. Но впервые удалось первый темп зацепить. Буренгойцам. И они ищут вариант выиграть очко. Яковлев. Сейчас, может быть, в чем-то и повезло. Динамовцы там дважды по блоку мяч попал. По двум игрокам. И вылетел из вертикальной вверх. Что позволило им комбинацию организовать. По голове с Именом Полтавским мяч попал. От рук Кулешова. И остался в игре. Мы видим уже концовку. Когда сам Полтавский мощно атаковал. Савельев. Проламывает блок. Вновь, который уже раз сравнивает счет в этом матче. 9-9. Роман Яковлев на подаче. Когда у него идет игра в атаке. Может и на подаче. Изрядно потреподировать соперника. Посмотрим. Может быть, не самая сильная подача из тех, которые может продемонстрировать Яковлев. И опять же, идеальный прием Салпарова. В хорошей форме сейчас Динамовский Либера находится. Кулешов теряет подачу. Не самую сложную. Исполнял. Но вот ошибся и при ней. 10-10. Савельев. И вновь. Но когда Волков на передней линии, по-моему, все, что в район 3 метров летит, все пасуется первому темпу. С приемом мы уже видим. В этой партии незамедлительно просто. Да, на опережение атакуют все время Александр Волков. Все время успешно. В этом плане замена Юркина на Павлову ничего пока не дала, по большому счету. Справиться с Динамовскими центральными не удается. Может быть, с крайними есть надежда успеть. Посмотрим. Пока и этого мы не видим. Ну, в общем-то, в этой партии. Блок пока не участвовал в игре ни у одной, ни у другой команды, по большому счету. Получилось так. Мы видели один смягченный мяч на блоке со стороны Динамо. И контратака принесла это брейковое очко. Собственно, все пока, да. Один с один уже при этом счет. Ушибается Павлов. Редко он сегодня попадает с подачи в площадку. Борис Колшин постоянно ему что-то после ошибки внушает, но как-то не действует пока на волейболиста. Корнеев постарался сыграть поаккуратнее, поскольку много ошибок перед ним было. Но вот эта аккуратность привела опять же к комфортной ситуации для атаки Факева. Теперь уже Ежов атаковал практически без помех. 12-12. Он сейчас пытался успеть на блок Грантин и коснулся сетки. Столкулись под сеткой. Нельзя. Александром Волковым. Скорее Волков из глубины. Столкул сетки. Бежал к сетке. Столкулся туда Грантин. Здорово. Козийский выкрутился. Сложной ситуации достаточно. Мяч, по сути, был уже на стороне соперника. Близко к тому. На него можно было руки класть уже, по сути. Но вот открутил все-таки Козийский. 13-13. Яковлев блестяще атакует. С четвертого по четвертому. Грантин такой ощущение, что и не прыгал на этот мяч. Понимал бесполезность этого действия. Точнее, пролетел немного Алексей Канюшов. Потому что передача, несмотря на сбитый прием, была достаточно быстрой. Достаточно глубокая. Поэтому центральным просто не добраться было. Примерно то же самое сейчас Козийский продемонстрировал. И как обидно должно быть волейболистам факела. Сыграв в защите, это сложный мяч. Коснулись опять же сетки. Ну вот первые две ошибки мы сейчас видели. Касание сетки у каждой из команд по разу. Это ошибки в полной, наконец, коснулся. На повторе видно. Опять же, быстрая атака. Достойный такой атакующий волейбол мы сейчас видим. Но противостоять ему не могут команды. Очень интересный волейбол. Сейчас уровень волейбола здесь видим. Жалко, что началось только в третьей партии. Но во второй тоже долго держался. Брис к концу. Выровнялся игра. Опять касание сетки. Да что ж такое. И опять в тот момент, когда лазалось зацепиться за мяч факел. Вот как обидно. Все-таки два мяча, два шанса. Вот по такой игре уже немало. А в итоге все на исходной позиции. 15-15 мячья. Очень быстрая передача Ушакова. И блистательно ее использует Яковлев. По-другому, наверное, было не выиграть сейчас. Да, по рукам сейчас играл. Сознательно играл по рукам Роман Яковлев. Вот мы видим. Да, что Кулешов все не долетел. Но он прямо атаковал руки, да. Обидно Гранке, но он сделал все, чтобы этот мяч достать. Но очень сложно это было сделать. Это второй технический тайм-аут. Пока наставникам нет нужды вмешиваться в игру. Ни разу разрыв не превышал одного очка. И он стал пользоваться какой-либо из команд. Удивительно, да? Когда до счета 16 привел в современном волейболе, так доходит команда. И ни разу никто не вел даже два очка. Вот мы видим диаграмму здесь. Один брейковый момент. На этот раз в сторону факела. Практически как начали с подачи Динамо в этой партии команды. По старому волейболу счет был бы один-один. Один-один, да. По старым правилам. Представляете, команду уже там провели на площадке. Вот сейчас посмотрим на табло. 15-ая минута уже идет. Без перерывов вот этих технических, если их не считать. За 15 минут один-один. Вот сколько бы игралось партий до 15-ти вот при таком волейболе. Так, вспоминая о старом волейболе. А такое бывало. Бывало, да. И по часу играли. Роман Яковлев на подаче. Салфаров вновь идеальную доводку организует. И Полтавский по высоте проходит. Не успел Савелев подняться достаточно, чтобы противостоять. Вы сейчас обратите внимание, что привязанный блокирующий факел в центру после многочисленных атак, которые организовал там Сергей Гранкин в центре сетки и даже Илья Савелев, у которого свой игрок Семен Полтавский должен помогать своему центральному блокирующему. А уж Семену Полтавску она практически без блока довелась атаковать. Вот подача Остапенко. Попытался Олег Нажарвать ситуацию, которая долго-долго осталась ровной. И угадал. Может быть не самая сильная подача из тех, что может демонстрировать Остапенко. Но Савелев ее откровенно побаивался. Как-то нервно принимал очень. Перерыв берет Борис Болчин. Да, вот буквально первая ошибка, да, собственная такая в приеме в этой партии. До этого факел идеально принимал. И тут же тайм-аут. Трудно, трудно, конечно, бороться вот на этом уровне волейболистом факела. Ну, а по-другому никак. Мы видим, что все-таки ведь даже при этой игре, то, что факел 50% держит в атаке, очень приличный результат. И он намного уступает Динамо. Да, сейчас вспомнить начальные 34. То есть сейчас-то на данном отрезке времени это означает, что и прием факела, и атака реально выше тех цифр, которые мы видим, потому что там же внутри провальный первый сет. Я, честно говоря, не могу вспомнить, принимала ли когда-нибудь Динамо больше 80%. Это уникальная цифра, особенно для этой команды. Не удастся оставить этот мяч на игре. Вроде бы здорово Остапенко место занял в защите. Но Савельев сил не жалел при этом ударе. И мяч очень далеко отскочил от рук. 17-17. Очень интересно поединок. Достойно все-таки факел сражается. Надо отдать ему должное по первой партии. Так, вкрались какие-то сомнения, согласитесь, что получится сегодня игра. Яковлев опять искал руки, наверное, блокирующего в большей степени. И при этом умудрился попасть еще в площадку. Мяч в самый дальний угол улетел. Нашел защитника, да. 18-17. Вот брейковое очко вновь с таким трудом возвращенное. Ушибается Савельев. Но по старым волейбольным правилам счет 2-2 стал. Вот всего лишь что удается командам добить при такой игре. Противостояние атаки соперника, скажем так, с приемом. Ну ладно, забудем. Альтернативном счете. Здесь динамо на своей подачи. Первый темп полностью прочитали сейчас действия Константина Ушакова, блокирующие. И вновь выходит вперед. И опять же прием был хороший. Можно было играть все что угодно. Может быть, сейчас стоит побольше Яковлеву отдавать мячей. Тут надо понять. У Романа вроде пошла играть. Он рискует. У него получается. Ну, конечно, сейчас сложно ему что-то было сделать. С другой стороны повезло. Повезло и Филипп Паранков вот сейчас как раз выходит с той ипостаси, в которой мы его и предполагали увидеть. Выходит, чтобы с подачи помочь своей команде добыть очко. 19-19. Сейчас любая мелочь может оказаться решающей в этой партии. Долго готовился. Конечно, рисковал, но в итоге ошибается. 19-20. Александр Корнеев будет подавать у Динамо. Дорис Колчин что-то объясняет Воронкову. Но это уже на будущее, поскольку в этой партии он больше его использовать по-любому не сумеет. Дорнеев попал в Волково. Да, попал в Волково. Казалось, что мяч попал в сетку. Да, мне тоже поначалу показалось, что в трос. Где-то на одном уровне, если очень сильно не задирает руки Александр Волков, так-то они должны быть выше. Да, сейчас он в руку попал, да. Ушаков затруднил все-таки Казийскому жизнь, поэтому Казийский сам будет в атаке. Но от этого волейболистам факела не легче. Первого темпа лишить удалось, а он закрыть Казийского никак. 21-20. И подавать будет Александр Волков. Динамо. 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 Яковлев не очень удачный угол. Может быть, сейчас удобней. Страхует он партнеры, помогают как могут. Еще одна атака уж. Рискует Роман всегда. Это, в общем, манера этого игрока. Он, по-моему... Да, добежал на одной ноге, приподнялся на обсыпочки. И он вложился в удар полностью. А тут уж панели пропал. Если бы Динамо с Этачко выиграли, наверное, трудно было их ловить уже дальше. По такой игре практически нереально. А так, собственно, шансы равны. 21-21 на подаче Матей Чернич. Болтавский выигрывает очко. 22-21. Я смотрю, оставил Алексея Остапенко на передней линии Владимира Олега. Не стал делать обратную замену. Надеется, что этот игрок решающий перелом несет. Да, не было пока у Динамо с Этачко ни одного блока. И, наверное, логично со стороны Олега поменять центрального блокирующего. А один блок сейчас может решить как раз исход этой партии. А, значит, всего поединка. Все-таки один раз Динамо с Этачко блоком выиграли в центре сетки. Но это тогда волком был напереди. Вот, по-моему, это единственное результативное очко на блоке вообще на две команды в этом сете. Суммарно. Но он все-таки опять рискует выпускать Биржевого на подачу Колчин. При том, что затруднять ему очень сложно. Но, правда, там сейчас не Ботин, а Козийский второй принимающий. Может быть, на это рассчитывает? Он на этот раз заменил Биржевой Ежова, который подает примерно на такую же подачу. Да. Задача его вопасть в Матте Козийский. Вот он попадает. Действительно неплохо получается, да. Интересный эпизод. Но мяч остается в игре. И сейчас Полтавскому удается попасть по блоку так, что мяч отскакивает ваут. Вроде бы Чернич один раз отбился. Едва-едва не сработал план Колчина, но все-таки не получилось. 23-22. Козийский на подачу. Вот тот момент, наверное, когда подача может решить все. Не выигрывал сегодня Матте ни разу. Посмотрим, как сейчас. Нет, принимают идеально практически. И Чернич. Чернич задней линии. 23-23. Вообще, честно говоря, такой идеальный, практически без ошибок партия, я не припомнил давненько. В исполнении двух команд сразу. Равных концов мы видели в многом. И перепады нет-нет дослучаются. А здесь вот так вот. Не более одного очка. В одной расстановке. И то очень дозированно отдают сопернику. Удивительная партия, на самом деле. Вот сейчас уже Владимир Олег наберет перерыв в той ситуации, наверное, когда и нужны особые в этом нет, скажем так. Ему важно не оступить, чтобы у команды сейчас не оступилась. Ну да, перерывы некуда беречь. Сколько уже мячей подряд, мы и не вспомним. Наверное, с 18-го очка было брейкерного факела. Действует динамо-цей безупречно на съеме, на своем. И это такая критическая достаточно цифра. 23-23. В этот момент важно, чтобы именно сконцентрировалась команда на одном съеме, на одной атаке, на своем собственном приеме. Яковлев на подаче, тем более. И свое дело Олег, может быть, и сделал еще и сбив Романа с подачи. И матч в гол. Очко, которое может принести кубок столичному динамо, но оно будет разыграно по-любому несколько позже, чем бы ни завершилось, поскольку у Колочи также оставался перерыв. Он его, естественно, использует, поскольку может дальше уже и не понадобиться. Здесь, наверное, правильно определиться, кто будет атаковать. Очень важно. Во-первых, у динамо Остапенко на подаче. Очень важно справиться с приемом. Будет рисковать наверняка Алексей. До этого он еще и остался, чтобы второй раз до подачи дойти. Одна из, наверное, задач все-таки Олега была. И вот, по крайней мере, дотянули до этого момента. Как будет сейчас, это мы посмотрим. Смягчилась сетка этот мяч. Савелев будет его атаковать. И атакует удачно от блока в аут. Ну, естественно, логично было довериться опытному игроку. Правда, тут кто опытнее, Яковлев или Савелев? Вопрос чисто такой теоретический. Савелев постарше. Савелев был на передней линии. Но Яковлев на задней это тоже место для атаки его. Поэтому тут ясно, что центр вряд ли бы риснул кости отдать в этой ситуации. Сейчас Юркин появляется на блок. Подменил Ушакова на один мяч. Но если сложится, то и пару мячей сыграет. Это, наверное, было бы то, чем он в Борис Ковчин мечтал бы увидеть. Савелев подает. Здесь Ковчин неплохо справляется. Играет Пайп. И, по сути, без блока атаковал. Яковлев здорово выбрал место в защите. Но такой силы удара становить очень сложно. Да, это было чудо, если мяч остался в игре. Тем более в одну руку. Не успел даже руки свести Яковлев. Такой пушечный удар был. Еще один матч-бол. Теперь на подаче еще одного страшного подающего, скажем так, Семен Балтаский. И все. Один раз подача сработала за сет. Вот этого достаточно оказалось для того, чтобы Динамо со столицы оформили победу в Кубке России. И вот так вот драматично завершился этот поединок. Две концовки были. Две концовки абсолютно равны. И все-таки в мелочах Динамо оказалось более щепетильным, скажем так. Сработали свои... Очень важно, что, конечно, отдал факел очень поздно вступил в борьбу. Отдал практически первую партию. И вот в таком противостоянии с Динамо, конечно, выстоит трудно. Да, Динамо вообще проблематично фору давать, а еще такую значительную.